Марш-бросок 12 километров, полоса препятствий и рукопашная с бойцом спецназа. Всего 4 часа. Сегодня в Балашихе экзаменовали военнослужащих, которые хотят носить краповые береты. Экзамены сложные, местами в полном смысле слова невыносимые. Из 48 претендентов до финиша добрались только 9. Впереди 12 километров полной боевой амуниции. Это 15 килограммов. Весь маршрут только бегом. Для достоверности и дополнительной сложности на всем пути инструкторы кидают учебные гранаты. Марш-бросок – первое испытание. Так 48 военных начинают проходить экзамен на правоношение крапового берета. Самого престижного и элитарного во внутренних войсках страны. Потому здесь все серьезно и по-настоящему. К следующему этапу приходит лишь половина претендентов. Это статистика. Краповыми становятся только выносливые, сильные и уравновешенные. Четыре часа испытаний практически без перерыва. Небольшая пауза только перед огневым рубежом. Кто-то выдыхает, другие молятся. Всего квалификационных этапов семь. Помимо марш-броска и полосы препятствий, участники демонстрируют меткость и навыки акробатики. И все на время. Спуститься с крыши двухэтажного дома нужно за 25 секунд. Самый тяжелый этап – последний. Рукопашный бой. Задача бойцов – простоять в спарринге 12 минут. Противстоять нужно инструкторам, действующим краповым беретом. Дерутся до последнего. 9,48. Краповые береты, дошедшие до финала, получают сразу после испытаний. Евгений Стобольска стал бойцом спецназа со второго раза. Десять лет назад провалился еще на марш-броске. В этом году в числе победителей. Для меня как во сне. Может от того, что еще усталость, я еще до конца не осознал это. Поэтому все происходит как во сне. Этот экзамен можно сдавать бесконечно и в любом возрасте. Многие проходят испытания по 10 раз, но так и не получают заветного берета. Поэтому, говорят спецназовцы, он так ценен. Дмитрий Дмитриев, Алексей Золотарев для РТВ.